Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ выпуск вечерних новостей в студии Гульмира Тимиргалиева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом главном. Всевидящее око. 112 тысяч нарушений зарегистрировано новыми камерами видеофиксации в Алматинской области. Дети дождя. В областном центре открылся кабинет сенсорной интеграции для детей с аутизмом. Родители в ответе за детей. Количество совершенных преступлений среди подростков идет на убыль. В Алматинской области впервые состоялась Олимпиада памяти известного казахстанского журналиста Бесена Куранбека среди педагогов и учащихся школ ЖТСУского края. По мнению организаторов, необычное интеллектуальное состязание стало первым кирпичиком в изучении творчества знаменитого земляка. При жизни Бесен Куранбек отличался креативным мышлением и творческим подходом к работе. Он всегда находился в поиске необычных идей, результатом которых стали уникальные авторские проекты «Айтугау Най» и «Карикет». Стоит отметить, в перечень заданий вошли не только вопросы по телепроектам, но и яркие крылатые изречения талантливого журналиста. Найти им правильное обоснование, защитить письменную работу и презентовать видеоролик. Такими были конкурсные задания для участников. По мнению компетентного жюри, Олимпиада несет не только пропагандистскую идею, но и большое образовательное значение для молодежи края. К слову, в ней приняли участие 16 педагогов и 19 учащихся старших классов. По словам организаторов, будущие конкурсанты изначально проявили большой интерес к мероприятию, поэтому в планах на будущее сделать его традиционным. В связи с карантинными мерами конкурс прошел в онлайн-формате. Напомним, торжественное награждение победителей Олимпиады состоится 9 декабря в Талдыкургане. Основная цель данной Олимпиады – это привитие идей Бесена Абаевича в области журналистики к сознанию молодого поколения, а также пропаганда его творческих заслуг в формировании гражданской позиции молодого поколения. Мероприятие мы планируем проводить на системной основе, на областном уровне, и в будущем хотим сделать в республиканском масштабе в том числе. Накопить и приумножить, как взять кредит и не прогореть, какие финансовые инструменты помогут заработать, как сохранить семейный бюджет. На этот раз представители группы IDF Евразия в Казахстане с азами финансовой грамотности знакомили жителей города Капшагай. К слову, бизнес-тренинг проводится на системной основе, благодаря чему желающие из числа многодетных и малообеспеченных семей, а также предпринимательской среды познают секреты бизнеса или пополняют багаж уже имеющихся знаний. Тема бюджетного планирования особенно актуальна и для молодежи. Живой интерес к ней проявляют и люди пенсионного возраста. Стоит отметить, программа встречи включает в себя также практические упражнения и домашние задания. По мнению организаторов, финансовая грамотность поможет людям поднять качество своей жизни. Для этого, по словам бизнес-наставников, стоит избегать ненужных трат и не брать кредитные обязательства, если нет уверенности в своей платежеспособности. Проект направлен на повышение финансовой грамотности для всех слоев населения. Конечно же, огромную пользу это принесет предпринимателям, физическим лицам, которые ежедневно используют какие-то инструменты, просто многие, возможно, не знают каких-то плюсов и минусов. И поэтому, на самом деле, это будет большим подспорьем, тем более, что на наших мастер-классах мы даем много практических упражнений и даже домашних заданий. На краю обрыва. Десятки лет жители прибрежных зон Алаколя пребывают в тревоге из-за размыва берегов. Ежегодно расстояние от жилых домов до водоема сокращается. Несколько улиц и в прямом смысле канули в воду. Однако, как заверяют власти региона, решение жизненно важной проблемы найдено. С апреля текущего года в долине Жемчужного озера Казахстана ведется берегоукрепление. На строительство ограждающей конструкции выделено свыше 6 миллиардов тенге. Из-за непогоды побережье Жемчужины Семеречья не первый год находится на грани обвала. Сильные ветра, дующие с Алаколя, становятся причиной эрозии почвы и размыва берегов. Не выдерживая натиска стихии, глинистые участки высотой до 7 метров рассыпаются. Под очередным таким завалом этим летом оказалась 16-летняя девушка. Властями региона принимаются все меры для предотвращения подобных случаев. Разработанный ими проект по берегу укреплению уже активно реализуется в местности. Проект по строительству ограждающей дамбы прошёл всей проверки ещё в 2018-м. Однако реализовать его удалось только в апреле текущего года. Тогда и начались монтажные работы. Запланированы береги укрепления в двух прибрежных сёлах – Коктума и Ахши. Общая протяжённость – 13,5 километров. Казалось бы, давняя головная боль местного населения в скором времени смоется волнами. Но всё же ход реконструкции береговой линии беспокоят сторожилов села Коктума. Когда я только переехал сюда с семьёй в 1982 году, расстояние от берега до дома было примерно 100 метров. За 30 с лишним лет это расстояние сократилось до 10 метров. В последние годы мы всё больше переживаем за свою безопасность. И из-за размыва берегов ружатся и ходят под воду дома. Люди умирают, падают столбы. Потому новость о береге укрепления для нас была долгожданной. Но непонятно одно, почему начали работу не с восточной части берега, где в опасных условиях живёт основная часть населения, а с западной, где практически никого нет. Исчерпывающий ответ на недовольство жителей дал руководитель отдела строительства. Как заверяет специалист, никаких недочётов со стороны подрядной организации нет. А потому хлопот с шаткими домами и нетвёрдой землёй под ногами можно будет избежать уже к следующему году. Общий нормативный срок строительства данного объекта является 12 месяцев. В настоящее время, который отрезок 330 километров выполнен, это у нас именно участок для начала работы, чтобы посмотреть, в каком темпе работу производить. Как сейчас более строители начнут в темпе работать, мы разделим на 2-3 пикета всей работы. То есть и со стороны села Куктуман начнут работать, и в селе Ахши. На берегу укрепительные работы выделено порядка 6 миллиардов тенге. Защитная конструкция будет полностью обустроена к апрелю 2021 года и верно прослужит десятки лет, утверждают подрядчики. Всё благодаря геошпунту – нержавеющему ограждению из высокопрочного полимера, устойчивому к коррозии и другим негативным воздействиям. Основная функция шпунта – создать так называемую стену в грунте, призванный защитить берега водоёма от вымывания. Геошпунт у нас импортный из Минска, но его мы применим лишь на третьей стадии строительства, уже на самом объекте. До этого у нас ещё два первоначальных этапа. Фильтрация грунта используем в подсыпке берегов. Следом установка сваи, на которые будут крепиться те самые шпунты. Окончание берега укрепительных работ ознаменует не только спасение созданной прибрежной цивилизации, но и изменит к лучшему вид побережья, что в свою очередь послужит прекрасным подспорьем в развитии туристического кластера региона. Тем более, что близ Алаколя уже в следующем году появятся качественные автомобильные дороги и прогулочные зоны, призванные повысить доступность проезда к туристическому объекту и увеличить географию посетителей. Одина Смоголова, Абзал Нусепов, телеканал ЖТСУ. На радость жителям. В Капшагае взялись за благоустройство 17 дворовых площадок. Теперь для комфортного досуга жителей дворы приводят в соответствие современным стандартам. Почти полвека не благоустраивались придомовые территории 50 многоэтажных домов 1-го и 2-го микрорайонов Капшагае. Государствам на благоустройство этих дворовых площадок было выделено 680 миллионов тенге. На эту сумму рабочие компании Аслтау обновили бордюры, скамейки, установили малые архитектурные формы, детские игровые снаряды, заменили асфальтовое покрытие как внутри дворовых проездов, так и на тротуарах. Работы по благоустройству завершены уже на 97%. Со следующего года не менее приятный вид приобретут 3-й, 4-й и 5-й микрорайоны Капшагае. Это всё огромный труд. Спасибо государству за проделываемую работу. Наш двор преображается на глазах, выражая благодарность всем строителям. Теперь наши дети могут играть в безопасных, красивых дворах. Бурная строительная деятельность ведётся и в восточном микрорайоне города. Здесь ответственные лица асфальтируют 13 улиц общей протяжённостью 3,5 километра. По дорожной карте занятости предусмотрено порядка 360 миллионов тенге, с привлечением к работам 32-х человек местного населения. «Мы прокладываем двухслойный асфальт. Работы на 11 улицах уже завершили. Теперь осталось ещё отремонтировать дороги на двух улицах. Работы идут согласно графику. Планируем завершить начатое до конца ноября этого года». Для комфортного проживания жителей решается проблема и с питьевой водой. Всего в Капшагае 269 многоэтажных домов. Преимущественно девятиэтажных. Но питьевая вода выше четвёртого этажа в некоторых домах не поднимается. Для решения проблемы властями протягиваются дополнительные трубопроводы с джеттегенской водостанции. Предпринимаемая мера позволит увеличить напор поступающей воды. Проект также реализовывается в рамках дорожной карты занятости и завершится к середине декабря. Проект по увеличению мощности на 108 миллионов тенге реализуется в Каратальском районе. Товарищи Тватастоби Агрофуд занимаются выращиванием нескольких сельскохозяйственных культур. А также производством молока. Сейчас средний объём получаемого молока превышает 10 тонн в день. Однако предприятие намерено увеличить это число. Вопрос увеличения поголовья скота – один из наиболее актуальных в области животноводства. В настоящее время в Алматинской области он решается преимущественно за счёт разведения скота молочных и комбинированных пород. На предприятии Тастоби Агрофуд свыше тысячи коров, включая сементальскую и гоштинскую породы, зарекомендовавшие себя высокой молочной продуктивностью. Дойка осуществляется посредством специальной техники для увеличения объёма и качества получаемого молока. Компания использует свыше 30 единиц техники. В целях обеспечения качественной работы предприятия для всех 80 сотрудников созданы необходимые условия. Предусмотрено жильё. Высота коровников и установленное оборудование позволяют поддерживать воздух в чистом и влажном состоянии, что благоприятно сказывается на здоровье животных и качестве получаемой продукции. На сегодняшний день у нас есть 1200 голов, из них маточные по голове это 700 голов, из них доится сейчас 600 коров. В день удоится оставлять на одну голову 22 литра при жирности 3,8. В день мы реализуем 10-12 тонн молока. На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших в Каратальском районе. Объёмы их производства постоянно наращиваются. Следует добавить, всего в Алматинской области функционирует 82 молочно-товарных комплекса, в которых для производства молока используется около 18 тысяч голов крупнорогатого скота. Рустам Аралбаев, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. Аралбаев, Телеканал ЖИЦУ. Как показывает анализ, главная причина преступлений – эгоизм, незнание закона и отсутствие родительского контроля. Также на 13% уменьшены показатели по суициду. В условиях дистанционного обучения дети находятся с родителями и в то же время они гибнут у нас. То они гибнут в авариях на дорогах, то они гибнут в воде, то они гибнут при пожаре. И таких случаев у нас 62. И мне бы хотелось обратиться к нашим родителям, пожелать им крепкого здоровья, самое главное – терпения, потому что сейчас они являются самыми главными помощниками для нас, педагогов, для всех учреждений образования. Шанс на реабилитацию. Детей с аутизмом учат интегрироваться в общество в Алматинской области. Помогают им в этом специалисты общественного фонда «Другая жизнь». За счет грантов фонда Нурсултана Назарбаева они открыли кабинет сенсорной интеграции для проведения занятий. У детей улучшается память и коммуникация, повышается концентрация внимания. В первом потоке 25 учеников, однако желающих в разы больше делится учредитель Камила Ситасманова. Занятия продлятся в течение трех месяцев и будут проходить два раза в неделю. Для закрепления полученных знаний родителям будут отправлять видеоуроки в электронном варианте. Программа ориентирована на улучшение качества жизни семей, в которых воспитываются дети с аутизмом. Мы хотим помочь уязвимым группам, в данном случае это дети с аутизмом, но при этом так, чтобы мы могли сами себя обеспечивать, не собирать пожертвования, не искать какие-то другие пути. Мы работаем сами. То есть первично нам помогли за счет грантов, а дальше мы уже работаем сами. Поэтому занятия у нас стоят полторы тысячи за 40 минут, два раза в неделю. Также есть льготный момент, это 20% детей, которые нас посещают, они посещают бесплатно. То есть родители, являющиеся матерями-одиночками, отцами-одиночками, они бесплатно получают занятия. Затем дети до трех с половиной лет. Камеры видеорегистрации нарушений ПДД. Новое слово в мире техники. Они способны фиксировать даже разговор водителя по мобильному телефону. Непристегнутый ремень безопасности, включая все остальные нарушения на дорогах. Всего в Алматинской области установлено 24 камеры видеофиксации. 16 из них на основных улицах областного центра. Оставшиеся 8 расположены на трассах республиканского значения. Их бдительное око круглые сутки следит за соблюдением правил дорожного движения. К нам относятся те камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Сугурова Алдабергенова, Жан Цугурова Жель-Тухсан, Жан Цугурова Шевченко, также Назарбаева Шевченко, Назарбаева Жель-Тухсан, центральных улицах. При фиксации нарушений правил дорожного движения камерами фиксации к нам оно поступает в течение дня. Потом мы их обрабатываем и по ним оформляем предписание о необходимости уплаты штрафа. Далее мы направляем посредством Коспочты владельцам транспортных средств в течение 10 дней. При получении предписания владельцы имеют право в течение недели оплатить 50% от штрафа. Новые камеры пополнили госбюджет на 776 миллионов тенге, рассказывают уполномоченные лица. А это 112 тысяч штрафов. Почти половина нарушителей уже оплатила взыскание. Видеофиксаторы уже доказали свою эффективность. Теперь привлекать к административной ответственности нерадивых водителей стало в разы легче. Дамир Анитов, Нуржан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. Спецоперация прошла в Нур-Султане, сообщает закон КИЗЭД. Задержан наркотогрговец. 13 полиэтиленовых пакетов с гашишем обнаружили в сумке преступника в ходе обыска. Из незаконного оборота изъято около 20 килограммов наркотических средств. Цена продукции при розничной продаже на черном рынке составила бы более 30 миллионов тенге. Задержанному грозит лишение свободы сроком до 25 лет. 15 тонн семечек загорелись в Актюбинской области. Огонь распространился на 100 квадратных метров и мог спровоцировать взрыв на массозаводе. Из-за большого масштаба распространения пламени пришлось отправлять еще и бригаду из областного центра на помощь районной пожарной технике. В итоге был задействован 31 сотрудник противопожарной службы и 8 единиц техники. Потушить огонь удалось лишь 3 часа спустя. Жертв и пострадавших нет. Причина загорания устанавливается. Продолжение следует... По предварительным оценкам бюджет составит минимум 38 миллиардов евро. Цифра не окончательная, поскольку план будет пересмотрен в ближайшие недели. Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. По нему открыто движение гражданского автотранспорта. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. В зонах ответственности север и юг развернуты 12 постов для контроля режима прекращения огня. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки. Пятикилометровый коридор будут патрулировать российские силы. Они расположатся в регионе на 5 лет согласно договору о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. Президент Дональд Трамп объявил о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке до 2500 человек. Союзники и собственные партии встретили эту новость с тревогой. По некоторым данным, сегодня военный контингент США в Афганистане составляет около 4,5 тысяч человек. В Ираке около 3 тысяч. Несмотря на это, исполняющий обязанности министра обороны США подтвердил, что войска все же покинут эти страны. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин